приветствую вас на канале уважаемые студенты евгений голыгин и в этом видео на самом деле мне просто хочется услышать ваше мнение относительно дистанционного обучения которое мы вынуждены были все пройти в летнем семестре или как он называется более правильно с весенним 2020 года но в общем много можно говорить в том числе казенными фразами того как это было там сложно легко возможно невозможно но я скажу фактический момент то что во всяком случае опыт уникальный в плане того что необходимо было в относительно скорой и быстрые сроки проводить формат обучения фактически в другом варианте и поэтому мне хочется услышать ваше мнение относительно того как вообще это что называется зашло что понравилось что не понравилось но просьба именно с учетом каким-то того что конкретно то есть какую-то не столько аргументацию сколько рассказ ну то есть я хорошие такие ответы но не смысле правильные а в плане хорошо описаны я постараюсь закреплять в теме но то есть чтобы мы посмотрели все многообразие мнений естественно что это видео не ограничится в принципе студентами иглу на просто скорее всего на этом канале и будет больше но если вы в том числе из других городов тоже можете свое мнение высказать свое мнение рассказать я в качестве некоторого такого примера тоже покажу расскажу кстати две нашел фотографии которые в какой-то мере относятся одна такая более нейтральная тут хотя бы у нас весна возможно или хоть зеленая трава есть и вторая более какая-то психоделическая фотография сейчас эту же покажу и вот может быть на превьюшку пойдет выглядит довольно так интересно во всяком случае так но с другой стороны и как-то характеризует дистанционное образование в плане того что пустые коридоры ну то есть пока еще решая в процессе записи что закат показать но вообще идея в том что очень многое дистанционный формат понятное дело не позволяет сделать реализовать практически какие-то навыки то есть так как у нас связано с естественно научными дисциплинами то проводить эксперимент особенно тяжело с дипломниками обработка данных конечно важный момент для современной науки и понятное дело необходимость зачастую но что сказать всегда приятно провести какой-то эксперимент получить своими руками решить какую-то техническую задачу ну то есть именно вот этот недоступность конечно технических моментов вроде минус но очевидно для дистанционки с другой стороны что тоже обнаружил это то что стало по сути больше какие-то требования к себе же с точки зрения технической поддержки но то есть часть может просто не работать потому что не работать и получается на краю восприятия ли краю концентрации то есть когда одновременно приходится смотреть на один экран на 2 что-то рассказывать что-то делать и получается что чувствуешь такое пограничное значение когда еще пара лишних дел лишних фокусов внимания тоже не сможет сфокусироваться то есть этот момент я тоже отмечу но приятно с другой стороны посмотреть какую-то границу но не всегда приятно по ней ходить что называется дальше конечно момент то что восприятие информацию некоторых дистанционного формата практически вообще не проходит но то есть что вообще дистанционно хороший момент то что технологии в общем-то стали доступны и проведение онлайн занятий именно в живую частности мы использовали дискорд но как мы при рассказе свои дисциплины то есть со студентами тоже активно хорошо получилось но неожиданно вышло что качество допустим звука микрофон и все хорошие тоже неожиданно для меня было что интернет особенно других каких-то не крупных населенных пунктах слабоват некоторые с вайфая то есть чисто у них построена сети дома на вайфая и тоже свои проблемы короче говоря за счет передачи вот это было достаточно такая не совсем приятная неожиданность не сказать что прям совсем неожиданность но все таки то есть вот этот момент на тоже про происходит и что еще можно отметить в качестве такого восприятия но это больше по домашней то есть варианты конечно показать очень набор информации что почитать что сделать он конечно широкий но с другой стороны без дистанционки также скидываешь просто блок литература через какой-нибудь файл обменный сервис тоже все работает а вот возможности рассказать именно сразу как-то моментально буквально пару секунд тукнуть показать именно в плане что не так решается допустим и охватить сразу много людей уже сложнее то есть либо каждому отдельно расскажешь но все-таки конечно тоже общая конференция или общий голосовой чат тоже дискорда позволяет объяснить но не позволяет посмотреть одновременно во все и скажем оценить в пространстве также многим особенно тех кто хорошо из студентов мог представлять какую-то информацию рассказывать именно на взаимодействии они в какой-то мере и многие лишились своих сильных качеств и получается грубо говоря потеряли в эффективности то же самое можно отметить но это я чисто общее такое накидываю варианты того что немножко мы отыгрываем при дистанционном или при онлайн общении отыгрываем немножко другие роли это не в плане кого-то лицемерно все равно как-то немного по-другому именно за счет форм взаимодействия и третий момент нужно учитывать что все-таки это дистанционка не совсем было что называется полноценная дистанционка по какой причине потому что хоть и в середине то есть мы так или иначе знакомы лично что называется друг с другом как прав и можем этот базис использовать то есть ты грубо говоря хотя бы помнишь как это выглядит от если взять допустим чисто все дистанционно там уже будет совсем другой формат но важный метод это описал общее чтобы было что слушать а главный момент это услышать ваше мнение то есть что понравилось что не понравилось и самое наверное главное как воспринималось то есть ваши такие ощущения все-таки есть какой-то формат вот такого дистанционно можно комментарии многих посмотреть том числе по другим факультетам ваши но единственно помните что комментарии как вообще этот ролик это же общедоступно то есть информация доступна любому то есть учитывайте что говорить что не говорить тоже но и помните что полноценной анонимности в интернете никогда не было но тут конечно ничего такого ну то есть это я от такого более эмоциональной какой-то реакции то есть хочется именно посмотреть ваше мнение восприятие а за счет того что дистанционный формат но по сути общение через комментарии то же самое не позволяет воспринимать эмоции ну или очень тяжело воспринимать эмоции за счет того что мы по-другому взаимодействуете читать на чтение сложнее чем при живом общении тут вот как-то при придется чуть наверно послушать это общий данный ну то есть какое-то негодование можно написать негодую и получается с негодованием общего конечно ничего но хотя бы понятно то есть просьба тут учесть и все-таки какой вариант на такой получается двойное какой подойдет либо что-то светлое и вновь прорастающая либо такое мрачный пустой коридор все-таки на превьюшку подойдет ну то есть любом случае опыт интересный хочется узнать именно ваше мнение то есть восприятие и что называется с другой стороны конечно не парикат но все равно уровня развития с другой стороны тоже хорошо посмотреть так как сам участвует в этом процессе и именно события свое такое уникальностью хорошим конечно не назовешь но то что уникальный как минимум точно и хочется посмотреть как что отработало ваше восприятие что понравилось как вообще проходил то есть как с концентрации как с временем доступным в общем вообще что то чем вы хотите поделиться благодарю в нем за вас за внимание и за комментарии которые позволяют позволят надеюсь посмотреть как-то картину чуть под большим количеством углов и с большим количеством мнений ну и хорошего ряду как раз шло ремонт сверления и под запись это видео спасибо не прошло так что тоже запись хотя бы прошла в относительно удачных условиях ну и снова попрощаюсь до новых встреч числе а